Привет всем, меня зовут Олег, добро пожаловать на канал записки гастарбайтера И сейчас будет типичное блогерское видео из серии 5 причин сделать то-то, то-то, то-то И сегодня я поговорю о 5 причинах, по которым стоит приехать в Китай Причем приехать не на короткий срок в качестве туриста, а приехать на длительный срок Для того, чтобы здесь пожить, либо поучиться, либо поработать, либо еще какая-то причина, например, связанная с бизнесом В общем, 5 причин, по которым стоит приехать в Китай на длительный срок Смотрите, сервис по аренде зонтиков Очень нужная вещь в Гуанчжоу, и вообще я несколько раз здесь в Гуанчжоу оказывался в такой мокрой ситуации Потому что оказывался под дождем В Гуанчжоу вообще зонтик вещь первой необходимости Одна из тех вещей, которую нужно постоянно таскать с собой в Гуанчжоу, это зонтик И я тупо забыл свой зонтик сегодня И, блин, это неудобно Я вот сейчас под дождь попал Погода в Гуанчжоу меняется очень-очень быстро И это реально напрягает Постоянно приходится таскать либо зонтик, либо пользоваться услугами различных такси И, наверное, первая и самая важная причина Это увидеть новое, познакомиться с новыми людьми И, если честно, я сказать Я не думаю, что где-то в другом месте я познакомился с такими людьми, с которыми я познакомился здесь Они очень разные Есть веселые, есть более такие мрачные Есть те, кто проживает жизнь в стиле оттуда мотату Есть люди, которые работают как черти, еще хуже, чем я Есть люди, которые зарабатывают совсем немного Есть люди, которые зарабатывают такие деньги, о которых я не мог мечтать всю жизнь заработать И вообще, в Китае вы знакомитесь с такими интересными людьми, которыми вы не встретите почти нигде Ну, возможно, в Таиланде То в Таиланде все делятся на различные тусовки, на различные группы Кроме того, в Китае очень много иностранцев То есть, вы можете познакомиться с англичанами, французами, немцами, испанцами, я не знаю, колумбийцами, австралийцами, русскими, нашими Ребятами с Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, ну и вообще со всего мира Ну и не, не, не Я забыл про Африку и арабские страны, ну, я с ними стараюсь почему-то немножко ограничить свое общение Не очень люблю их Я абсолютно не представляю, что здесь происходит и вообще что я здесь делаю Привет! Привет! Комментарий! Привет! Папайя! Хорошо Папайя... Я знаю, что это на испанском означает, спасибо Промолчу Ты знаешь, что это значит в испанском, да? Нет Нет Окей, я больше не знаю Пупси? Да Папайя в испанском, они говорят, что значит пусси Пупси? Да Что? В испанском Он сказал Я слышала что-то такое Пупси Я не знаю про это Я уже знаю понита, а не папайя Что значит понита? Понита значит красиво Да Да Ла из ла бонита Ла из бас понита Вторая причина это различные возможности, которые есть в Китае И даже несмотря на то, что в некоторых прошлых видео я говорил, что возможности в Китае потихонечку закрываются, но их все равно очень много Особенно если вы занимаетесь в таких сферах как инжиниринг, архитектура и подобное Так же электроника Кроме-то вот торговля, маркетинг по-прежнему открыт По-прежнему даже можно устроить с учителем английского языка, хотя это возможно потихонечку начинает переначивать на филиппинцев и в таких сферах Ну опять же, да и по-прежнему очень много возможностей для бизнеса Вы можете даже просто приехать, чтобы копировать определенные идеи, потому что у Китая свой путь развития, он немножко отличается от нашего западного Хотя зачастую они просто тупо копируют все у американских, переначивают под свой манер тот же Алиэкспресс, тот же Таобао и прочие платформы Они являются топливами Амазона и ИБМ Но в любом случае, приехав сюда, вы тупо расширите свой кругозор и сможете понять, что вы сможете вести у себя Потому что по многим аспектам Китай уже впереди на лет десять всего мира Третья причина Менее конфликтные люди Если вы возьмете за основу Россию и вообще многие страны СНГ, у нас люди довольно конфликтные и очень часто предпочитают решать проблемы очень быстро Я не говорю, что такого нет в Китае Потому что в Китае в небольших городках, как на севере, так и на юге подобные есть И люди очень часто пробегают к определенным прямым методам воздействия Но если брать такие крупные города, как Шанхай, Гуаньчжоу, Шинчжэнь, Пекин То здесь безопасно, здесь можно гулять ночью У меня даже было несколько случаев конфликтов здесь в клубах с, скажем так, местными особо одаренными личностями Но как бы решалось все тупо толканием и без всякого пускания кулаков в дело При том, что где-нибудь в России или даже в Таиланде, то вполне можно было бы награсти на большие приключения А здесь, в принципе, безопасно Можно гулять 4-5 часов ночи Причем можно гулять даже где многое девочки, если вы, конечно, где-то на Сиобе или в черном районе, где нежелательно гулять белой девочке Погоди Давай Теперь можно говорить? У нас в Америке такая фигня постоянно Колеса без велосипедов Машина стандарт Колесо Колесо Следующая, самая главная причина, наверное, по которой я здесь отдал еда Я очень-очень люблю поесть, причем разнообразную еду В Китае с едой вообще нет проблем Проблема в качестве еды, но разнообразие вкусов здесь потрясающе То есть здесь можно спокойно поесть как еду, которая наиболее близка к нам Так и можно отъедать самые такие странные блюда, от которых вы никогда даже представите, например, есть очень много странных блюд, о которых я даже говорить не могу И я их даже смотрю и не могу Но есть очень-очень вкусные небольшие блюда Хоть это и связано с тем, что, возможно, не добавляет каких-то сильных вкусов, но разнообразие кухни здесь просто поражает От одного региона до другого еда может отличаться настолько колоссально Начиная от совершенно обычной нам еды в Румчи, в Игурсом автономном округе Заканчивая такой острой едой, как сучиани, которая по остроте мало с чем сравнима Ну что, давайте есть? Ага, есть! Я готов есть! И опять же не забываем то, что множество иностранцев здесь открывают свои рестораны Здесь есть французская, немецкая, итальянская, тайская, сингапурская кухня Я, например, здесь даже нашел место, где я смог есть, попробовать настоящий сарабак лаксу При том, что последний раз я ел лет пять назад, когда жил в Малайзии Это было одно из моих любимых блюд И я начинал с него каждое утро То есть каждое утро я начинал с лаксы Здесь же я нашел то место И я периодически сюда заскакиваю И по цене, в принципе, не так уж и плохо И пятая причина, это то, что из Китая очень легко перемещаться То есть Китай уже давно стал центральным международным хабом И отсюда можно вылететь почти в любую страну Если говорить о странах из Восточной Азии То это вообще копейки Здесь я могу лететь до Сингапура за 50 долларов То есть 50 туда, 50 обратно До Камбодзи я могу лететь за 30 долларов То есть это, в принципе, смешные деньги Особенно если вы зарабатываете в юане И, соответственно, если мне здесь просто ступо надоед То я могу вполне слетать в те места в выходные Единственное, правда, придется билет брать где-то за пару недель Но все равно, как бы, это радует Также при желании, если умеет правильно вставлять маршрут Можно с легкостью долететь до Сингапура Откуда можно и Азии долететь, в принципе, до Лондона За несколько сотен долларов Долететь до Европы, до США тоже за разумные деньги Кроме того, есть рядом Гонконг Откуда также и множество международных рейсов Также можно долететь до Малайзии Откуда до Австралии, до города Перк Будет там стоить буквально долларов 100-150 И, соответственно, единственным проблемным местом Куда отсюда будет сложно долететь Это будет являться страны Юго-Восточной Азии В Африку тоже проблем нету Долететь, потому что очень много китайцев Сейчас ездят на работу им за бизнесом в Африку Очень много выходов с Африкой здесь Соответственно, удобство перемещения Здесь очень сильно играет большую роль И очень легко отсюда прыгнуть куда-то в другое место Ну, в общем, как-то так Надеюсь, данное видео вам понравилось Если честно, я сейчас уже еду записываю Сейчас встречу с друзьями Потом покушаю И придется потом утром ехать Кстати, если вам видео понравилось, то Ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны Кроме того То переходите по ссылкам ниже Там находятся мои другие профили Или другие социальные сети Где вы сможете подписаться Потому что в последнее время что-то меня Ютуб не радует По количеству просмотров Я не пойму Проблемы во мне Либо проблемы в алгоритмах Ютуба Потому что очень многие каналы потеряли именно в просмотрах При том, что у меня небольшой канал И у меня отличается намного сильнее, чем более крупные каналы В общем, всем спасибо и пока!